ДОЧКА ДАНЫ БОРИСОВАЙ ПОЛИНА АКСЁНОВА Во многих своих интервью дочка Борисовой говорит, что никаких моральных травм пьянства матери ей якобы не принесло. Но большинство считает, что это не могло не повлиять на характер девочки. Ребенок ведь это все наблюдал. Что такое алкоголь и остальные препараты? Это психологически невравновешенный человек. Это истерики на ровном месте. Это здесь сегодня люблю тебя, сегодня ненавижу. Баталии в семье и правда происходили нешуточные. Особенно, когда Полина достигла подросткового возраста. Но вместо того, чтобы спокойно выслушивать дочь, Борисова с ней ругалась и устраивала такое, будто она сама подросток. Я ее компьютер, все ее личные вещи выбросила. Но она тоже подлянки устраивала, прятала мои какие-то ценные для меня вещи и так они ко мне и не вернулись. И конфликты были страшные, и дрались, и выясняли отношения, и такая ненависть была друг к другу. Дошло до того, что Полина стала наносить себе повреждения и выкладывать фото себя в крови в социальные сети. По словам Даны, причина в семейных ссорах. Мол, девочка переживала, что ни папа, ни бабушка с дедушкой с его стороны с ней не общались. Она, конечно, хотела общаться с папой, но папа вообще не выходил на связь. У нее все это было такое давление для нее, и она потихонечку стала себя повреждать. В итоге было принято решение отдать Полину в специализированный центр для трудных подростков. Дело-то в том, что Дана Борисова сама была на принудительном лечении. Отправили ее туда друзья. Поэтому, может, она, имея опыт какой-то в этой области, она и подумала, что и дочке, может быть, поможет. И помогло. Калечить себя девочка перестала. Отношения в семье наладились. Впрочем, сейчас 16-летняя дочка Борисовой живет одна. Она уехала в Южную Корею обучаться торговым отношениям. Татьяна Плаксина родилась в четвертом браке Любови Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным и является ее единственным ребенком. Сегодня мать и дочь не разлей вода. Даже не верится, что еще недавно Татьяна была королевой проблем для мамы. То на лысо побреется, то странные картины давай рисовать. Звездная мама дочку старалась защищать и поддерживать. А та вдруг обвинила ее в домашнем насилии. Мол, любовь ее запирала дома, била, душила и тому подобное. Причем сделала это Татьяна публично, придя на ток-шоу. Это, видите, все-таки еще детские обиды. Мама не обращает внимания, мама гастролирует, поет. И типа не до дочки. Поэтому она вот так вот привлекла внимание. И Люба молодец, что обратила ее внутренний позыв. Мама, обрати на меня внимание. И протянула ей руку помощи. Особенно эта помощь потребовалась после страшной аварии, которая случилась с Татьяной за границей. Она упала с велосипеда на камни, потеряла пять зубов, сломала ребра. Я пережила столько болей физической, моральной. Плюс боль от того, что ты просыпаешься, у тебя нет зубов, у тебя искаженная внешность, у тебя искаженная дикция. И это, ну, как бы, это было очень сложно. Любовь Успенская без колебаний потратила 7 миллионов рублей на лечение любимой дочери. Но Татьяна уехала в Штаты к отцу, а там стала с горя принимать наркотики. После возвращения в Россию Татьяна стала расхаживать по такшоу и хаять мать, будто она всем тиранам тиран. Успенская все обвинения опровергала. А по поводу дочери говорила, что ее душевное состояние пошатнулось. Оттого она так и говорит. Спустя время, на удивление, всем им удалось помириться. Когда люди проживают какие-то такие очень болезненные моменты, это либо их может навсегда разлучить, либо это их, наоборот, сближает. И в нашем случае это нас сблизило. И мы ценим друг друга намного больше теперь. Любовь помогла дочке преобразиться внешне и ввела в светскую тусовку. То ли это концерт, или мероприятие, или праздники, или дни рождения, или съемки, всегда со мной. Денис Шальных единственный сын актрисы Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных. В свои 30 лет он является одним из главных фриков страны. Тело молодого человека практически полностью покрыто татуировками. Все боятся общественного мнения. Я, например, его не боюсь. То есть у нас жизнь одна, что хочешь, то и делай с собой. Я считаю так. И не нужно запрещать что-то делать. Вот захотел я набить на лице татуировку, я ее сделаю. Меня даже мама не остановит. Вот и Дениса Шальных мама не остановила. Наоборот, даже поддержала сына, когда тот выразил желание набить свою первую татуировку. Лет в 17, по-моему, это как раз 10-11 класса, вот это первая татуировка, которую я еще у матери спрашивал разрешение сделать ли. Ну, потому что несовершеннолетние, все у нас же запрещено до 18. Это к тому, что вообще никакого протеста там не было, я втихаря ничего не делал. Но знала бы мама, что одной тату-дела не обойдется. Денис вошел в раж. Как говорится, и тут Остапа понесло. Шальных также набивал руны, лезвия, розы, собак и портрет Малышевой в телевизоре. А совсем недавно он пополнил свою нательную галерею новыми татуировками. Набил портреты серийных убийц – Теда Банди и Джеффри Дамера. Увлекся сын Яковлева и шрамированием. Елена Яковлева, конечно, переживает за сына, но вида не подает. Во всем поддерживает Дениса. А что еще остается делать любящей матери? Единственное, что сильно смущало актрису – это загробные символы. Например, вытатуированный гроб на лице сына. Я скорее сдохну, чем успею свести все татуировки, себя учитывая, что у меня почти все заколото. Поэтому нет, не все. Я просто одну сторону лица очищу. И слово свое сдержал. Гроб с лица свел. Но проблемы в жизни сына Яковлева одними татуировками не ограничиваются. Денису уже 30 лет, а он нигде толком не работает и не работал. Бросил учебу на третьем курсе, так и не получив высшее образование. Пробовал себя в качестве актера, воспитателя, парикмахера, но нигде надолго не задержался. Сейчас Шальных старается найти себя в музыке. Увлекается бодибилдингом. То есть он получил вкус жизни, он получил какое-то признание, пусть плохое, как шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя. В личной жизни Дениса все тоже не постоянно. Он пробыл два года в браке с журналисткой Викторией Мельниковой, который распался из-за его измен. Но зато себе шальных не изменяет и много лет остается неординарным. Лидия Чистякова-Ионова. Старшая дочь Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица «Глюкоза». К своим 16 годам девушка несколько раз перекрашивала волосы. Но это только цветочки. Эпатажный образ сопровождается и таким же поведением. За конфликты с учителями, нарушение дресс-кода и проявление взбалмошного характера Лиду уже исключали из нескольких школ. Я сейчас педагогов очень жалею. И вообще люди, которые идут в эту профессию, поклон. Потому что с нынешними детьми я не знаю, как они управляются. Видимо, с большим трудом. Вишенкой на торте в поведении дочки звезды стало курение. И это, когда Лиде было всего 13 лет. Но «Глюкоза», в свою очередь, не готова ругать дочь. Говорит, а что такого? Я и сама в школе курила. Понятное дело, что она при друзьях матом ругается. И одно, и другое, и третье. Конечно, зачем-то я не успеваю. Где-то мне жалко ее волосы или еще что-то. Но я понимаю, что она должна это прожить, она должна это пройти своими ногами. А мне очень многое нужно принимать. Но вот не все такого же мнения. Многие считают, что если все позволять детям, они могут совсем отбиться от рук. Девочка должна быть, прежде всего, скромна. Она должна нести порядочность. Если она будет вот так вести неправильный образ жизни. А если позволять, как это делает Наташа, я думаю, к хорошему это никогда не приведет. Сейчас Лидия заявила о намерении уйти от родителей и жить самостоятельно. Она не так давно начала сольную карьеру под псевдонимом Лидус. Первый клип был выпущен в формате анимации по маминым стопам. Когда человека сравнивают с папой или с мамой, даже с самыми прекрасными и любимыми, это очень непросто для самоуважения, для своего становления. Может, поэтому в Лидии столько протеста? Сейчас девушка на домашнем обучении, видимо, чтоб нервы учителям не трепать. А насчет покидания семейного гнезда родители и не против, но все же попозже. Лет в 18. В июле 2023 года все СМИ облетела шокирующая новость. Сын актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов упал с третьего этажа и чудом не погиб. Долгое время Николай был в коме и сумел выкарабкаться. Сейчас он в полном порядке, но люди до сих пор судачат. Почему сын звезд оказался в такой ситуации? Выяснилось, что Николай свалился с балкона в состоянии сильного алкогольного опьянения. Весь в отца зашептались вокруг. Не секрет, что Михаил Ефремов алкоголик со стажем. Он даже загубил жизнь человеку, попав в аварию, будучи пьяным. Сейчас он отбывает свой срок в колонии. Печальная история. Но какой здесь может быть комментарий, граждане, не пейте. Алкоголь губят. Сын Ефремова даже состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Говорят, что алкогольная зависимость и психические проблемы появились на фоне актерской невостребованности. Поначалу Николай снялся в таких фильмах, как «Духлес», «Белая гвардия», «Книга мастеров». Но это были совсем эпизодические роли. А потом много лет он и вовсе не снимался. Очень талантливый парень. Поэтому надо его, конечно, взяться за себя и не повторять судьбу отца. Вот это единственное у меня пожелание. Надо все-таки Миши учить сына, ум, разуму и говорить, нельзя так делать, не повторяй судьбу своего папы. А как учить, когда папы нет рядом? Да и не было никогда. После развода с Добровольской Ефремов совершенно не занимался воспитанием сына. Вот как он говорил об этом в одном из своих интервью. Про детей вообще что со мной говорить? Я плохой отец. Как бы то ни было, надеемся, что случившееся станет Николаю Ефремову хорошим уроком. Пьянство звездных детей было большой проблемой и в советские времена. Так дочь знаменитой советской читы актеров Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой страдала алкогольной зависимостью, что привело к ее смерти в 43 года. Арина была единственным общим ребенком Рыбникова и Ларионовой. Старшая дочь Алена была рождена Аллой от актера Ивана Переверзева и впоследствии удочерена Рыбниковым. Николай любил ее как свою собственную. С Аленой у родителей никогда не было проблем. С Ариной же наоборот. Они жили на Мариной роще. Вообще Марина роще считалась одним из самых последних таких хулиганско-бандитских районов Москвы. Сама среда оказала какое-то влияние и на Арину в том числе. И просто она попала не в ту компанию. Арина пристрастилась к алкоголю со школьных лет. Возможно, причиной этого стало отсутствие внимания со стороны родителей. Плюс ко всему, Николай Рыбников сам с возрастом стал заложником зеленого змея. Мог так напиться, что даже срывал спектакли. Мы его в автобус вносили. Вносили. От проб коньяка. И на следующий утро он сорвал. Я стучал в номер. Мне так и не открыли. Если при жизни отца Арина еще более-менее держала себя в руках, то после его смерти пустилась во все тяжкие. Ни сестра, ни мать не могли оказать на нее воздействия. За пьянство Арину выгнали с работы. Она жила с матерью, которая обеспечивала нерадивую дочь всем необходимым. Но в какой-то момент терпение у Ларионовой лопнуло. Произошло это после ограбления. Она написала заявление в милицию. И было установлено, что наводчица оказалась именно дочь. И ей пошла какая-то часть от всего того, что сбагрили на сторону, продали. Пережить это очень тяжело. А еще дочь начала наводить компанию. Какие-то пьяные гулянки. Ни во что не ставила мать. Тогда актриса разменяла свою шикарную пятикомнатную квартиру на две, отдав одну Арине. Дочка продолжила сильно пить. Когда Алла Ларионова умерла, она даже не пришла на похороны. Арина пережила мать на 4 года. Смерть от сердечного приступа произошла на очередной пьянке, где собутыльники даже не поняли, что девушка умерла. Подумали, что она просто уснула и не вызвали скорую. Арине Рыбниковой было 43 года. Михаил Сазонов был единственным ребенком известной советской актрисы Нины Сазоновой. Он был для нее тем самым цветком жизни, в котором она не чаяла душе. Кто же знал, что из цветка вырастет настоящий сорняк, который будет отравлять жизнь актрисе? Что касается воспитания детей, которым все дозволено, они залюблены, и они являются центром вселенной, как правило, у них нет желания возвращать, отдавать, поскольку они привыкли только получать. Иногда такая материнская любовь приводит к действительно не самым лучшим вариантам развития ситуации. Так и случилось. Михаил пил, не работал, поколачивал мать, ввязывался в карточные долги, которые она оплачивала. Для Нины это была не жизнь, а настоящий ад. Но безграничная любовь к сыну затмевала разум. В антракте она всегда звонила по телефону. Она говорила, Мишуня, Мишуня, открой холодильник, там на второй полочке, да, Мишуня, котлетки две, разогрей. Думаю, наверное, прям ребенку три года, что ли, или четыре. А в это время ребенку было больше, чем мне, намного. Это был взрослый уже лоб, здоровый мужик. И этот здоровый мужик устраивал матери ежедневные побои. Ой, кого же это я уродила, господи. Однажды, в очередной раз, избив мать до потери сознания, Михаил подумал, что убил ее. То ли от мук совести, то ли из страха последующего наказания. Находясь в пьяном угаре, он выбросился из окна 11 этажа. Но Нина Сазонова выжила. Если она надышаться на него не могла до такой степени, это, конечно, ее большая ошибка. Я думаю, что излишняя вот такая опека, она и сыграла такую вот роль во всей этой ситуации. Казалось бы, актриса освободилась от сына тирана, но материнское сердце всепрощающее. Сазонова страшно переживала смерть Михаила. Очень страдала. Ее здоровье стремительно ухудшалось. Актриса перенесла несколько инсультов и пережила сына всего на два года. Уйдя из жизни в 2004 году. Лука Затравкин сын художника Никаса Сафронова. Всего у Никаса шесть детей, но Лука, пожалуй, самый популярный из них. Его имя постоянно на слуху. К сожалению, популярен звездный отпуск не своим талантом, хотя таково имеется. Он пианист и раньше выигрывал немало престижных конкурсов. Лука запомнился своими многочисленными выходками, связанными с его лишним весом и безграничной любовью к еде. На данный момент вес сына Никаса Сафронова стремительно приближается к 300 килограммам. Поначалу он ходил на всякие медийные программы и рассказывал о том, что да, ребята, я буду снижать вес. Потом он резко поменял свою политику и сказал, что меня полностью устраивает мой вес, потому что я таким образом привлекаю к себе внимание. Вспомните, он же практически стал интернетным фриком. И действительно есть что вспомнить. Когда популярная сеть быстрого питания уходила из России, Лука приковал себя наручниками к одному из ресторанов. Настолько ему не хотелось прощаться с любимыми бургерами. Еще одна памятная история о том, как он застрял в туалете самолета рейса «Казань-Москва» в 2019 году. Я не умру в туалете! Ну, для здоровья это, конечно, естественно опасно. Это ожирение. Это, наверное, стадия уже очень приличная. Я не понимаю, почему он не может взять себя в руки. Если захотеть, все можно сделать. А он не хочет. Наоборот, обожает есть все вредное. И как можно больше. Все пошло, как это часто бывает, из детства. Ему давали есть за то, что он хорошо играл. Если нет, его лишали. А так как он хорошо играл, он был талантливый парень. Вот с одним из самых одаренных детей. Он располнил до такой степени. Это тоже плохое воспитание. Звездный папа раньше пытался повлиять на сына. Злился, ставил ультиматумы. Но потом решил, что важна поддержка, а не давление. Сейчас он переживает, он хочет. Он хочет похудеть. Он там бравады, что я еще поправлюсь. Ну, это скорее такой шутливый вызов. А на самом деле он переживает. Он не знает, к кому обратиться. Где сделать операцию. Поставит ли кольцо. Съесть ли на жесткую диету. Он пока не понимает. Что ж, пожелаем Луке, чтобы его мечты о похудении сбылись. Это у Джалинь стало незапланированным и к тому же внебрачным ребенком Джеки Чана. Актер на тот момент был женат. Но, несмотря на это, закрутил роман с Миссазия 1990 Элейн Уцилия. Девушка была уверена, что Джеки ради нее разведется. Но не тут-то было. А узнав о беременности любовницы, актер и вовсе решил сделать ноги. Долгое время он не признавал отцовство и не общался с дочкой. Позже контакт был более или менее налажен. Но вскоре знаменитый отец открестился от дочки. Это случилось после того, как девушка сообщила, что она лесбиянка. Громкое заявление было сделано в одной из социальных сетей, где это показало и свою возлюбленную. Для каждого родителя это боль определенная. Поэтому я думаю, что он справится со своими эмоциями и обязательно вернется к общению с дочерью. Но Джеки Чан не справился. Точнее и не хочет справляться. Он заявил, что дочери для него больше не существует и перестал финансово ее поддерживать. Позднее девушка записала видео с жалобой, что из-за отца ей с подругой даже приходилось спать под мостом. У тебя любимая вроде как модель, и при этом у нее совсем некуда пойти. То есть она из-под моста и была. Снимите квартиру, купите дом, устраивайтесь на работу или бейтесь на здоровье. Там, где двери закрыты. Все. Сейчас дочка Джеки Чана со своей подругой живет в Канаде. С деньгами у пары по-прежнему туго. Актер Роберт Дауни Млаши сегодня всем известен как Железный Человек. Только вот в жизни он оказался далеко не Железным. Его сын Индио изрядно потрепал ему нервы. В 20 лет он был арестован за хранение наркотиков. Несмотря на шумиху в прессе, актер сына поддержал и выплатил залог в 10 тысяч долларов, чтобы его выпустили на свободу. Мне кажется, что он делает правильно, что вытаскивает сына из всех этих передряг. Другое дело, сможет ли он его удержать, чтобы он перестал там курить, чтобы он перестал принимать наркотики. Это очень сложно. Сложно, но можно. Особенно, если учесть тот факт, что Роберт Дауни младший и сам в юности не раз попадал за решетку из-за наркотиков. Признается, что он только не творил, но затем смог распроститься с пагубными привычками. Для этого ему пришлось лечиться в реабилитационных центрах. Туда же актер позже отправил и своего сына-наркомана. На целый год. Лечение дало плоды. С наркотиками Индио Дауни завязал. Сейчас сын Железного Человека занимается музыкой. Десять самых новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин